Привет! Всем здарова, меня зовут Александр и это рубрика Magic Ali. Какой нахрен Magic Ali, скажете вы, где Magic News? И мне интересно, штука в том, что я даже не знаю, о чём вам рассказывать. Трагедия, трагедия! После выхода последнего выпуска мне прилетело, что я не всех упомянул, после чего у меня состоялся с ними такой диалог. Ну, значит не всех. Всех! Всех, всех, да не всех. Всех говорю по буквам Вася, Света, Егор. Ну окей, давай по-твоему. Надя, Егор, Вася, Света, Егор. Читай по губам, сука. Ивент так изголодался по работе со всеми этими пандемиями и ситуевинами, что то, о чём хотелось бы рассказать, почти не случается. Да и этот ролик для меня особенный, потому что это один из самых первых сценариев этой рубрики. Он настолько старый, что я поменял половину товаров в этой подборке. Товары хоть и разношерстные, но у них есть одна объединяющая черта. Шарпи. Не при маглах будет сказано, но всё из списка так или иначе связано с этим маркером. А это очень органичная и удобная штука. Погнали! И начнём сразу с мощного релиза Саммит от Патрика Куна и Аза Бразерс. Если б мне показали этот трюк до того, как я на него наткнулся, я б свихнулся. Меня бы это сломало ко всем чертям. Если коротко. Вы просите зрителя подумать о карте, даёте ему маркер, чтобы он записал её, но маркер не пишет. Вы разбираете маркер, а внутри находится задуманная карта. Что за релиз? Не релиз, а пушка. Никаких подмен. Зритель ничего не говорит, да и вряд ли сможет после трюка это делать. И не важно, что в трюке присутствует небольшой кивок. При правильной подаче зритель никогда на это не обратит внимания, а рассказывать о случившемся будет как о самом невозможном в его жизни. Я долго брыкался от карточных фокусов, основанных на форсах. Мне жутко бесило отсутствие выбора у зрителя и обилие на рынке так называемых проявлялок. Шло время и я понял, что зрителю вообще по боку совершенно всё, кроме самого эффекта. Именно это он и будет рассказывать другим, а не ещё что-то. Так вот полиморф одна из таких проявлялок. Вы берёте шарпи, растягиваете зажим на колпачке и трансформируете его в выбор зрителя. Очень визуальный, очень простой в использовании и можно даже зрителю дать его изучить. Импресс – это детище Кевина Ли и Хансона Чина. Метод преобразования отпечатка на коже зрителя в выбранную им карту или мысль. Гиммик настолько мал, что помещается в колпачок маркера шарпи. В комплекте вы получаете аж 5 разных гиммиков на любые вкусы и нужды. Вообще в последнее время те, кто хоть как-то следит за новинками в магии, уже поняли, что если в релизе замешан Хансон Чин, то это точно того стоит. Жирнейший релиз, который точно стоит заказывать сначала на Алике, потому что оригинальный трюк стоит аж 500 долларов. И это, наверное, даже немного, потому как в момент его появления это было лучшим и бескомпромиссным решением для тех, кто хочет оставить зрителю подписанную согнутую монету. Подпись важна, так как она исключает возможность подмена монеты, то есть это точно та самая монета. Я его не работаю, но очень часто вижу, как его работает мой друг Ник Марвел. И сгибание подписанных момент это то, к чему зритель никогда не готов. Если про что и можно так сказать, то про Квантум Бендер. Это создатели репутации. И самый кайф в том, что вы остаетесь чистыми задолго до конца эффекта. Докопаться не смогут. На все, кроме обычного, этот трюк с блеском продемонстрировал Витя Торетто в первом кругу шоу. Самый отреченный трюк в этой подборке. Смоук от Алана Рорисона может выступать и как дополнительный штрих ваших фокусов, наполняя вашу магию мистикой и дымом, а может и как отдельный трюк, который я просто обожаю и постоянно говорю, что это шедевр. Я даже рассказывать ничего не буду, а включу лучшую, на мой взгляд, демонстрацию этого потрясающего фокуса в исполнении Троя. Я люблю творческий подход к магии. Следую за своим воображением. Звучит странно, но я покажу вам, что я имею в виду. Я нарисую картинку, ладно? А вы угадайте, что это. Ладно. Квадрат. Стоп, давайте еще раз. Ужас, заново. Квадрат. Четырехугольник. Подержи. Ладно. Это серьезно. Ты его уронила, держи. Прости. Держи. Теперь нарисуем вот что. Облака? Дождь? Почти. Яблоня? Нет. Тут надо... Сложи ладони, я высыплю это тебе в руки. Ну что, чувствуешь вес? Волшебный порошок? Не хочу знать, что там. Не хочешь? А ты знаешь, что это? Нет. А ты? Нет. Соберем их вместе, может появиться смысл. Ладно. Это сигарета. Боже мой! Ух ты! Боже! Ничего себе! У меня глаза покраснели. Кстати, я говорил об этом трюке еще в 12 выпуске Magic News, когда делал голуб обзор шоу Троя. Зайдите, посмотрите, может еще что-то для себя найдете. Релиз, первая партия которого была распродана за 48 часов. И при этом я вообще не слышал о нем хоть от кого-нибудь в РФ. Много лет назад выходил трюк с похожим эффектом под названием Тагет, но он чертовски плох в сравнении с этой версией. Это гигиеничная, аккуратная версия трюка пепел на руке. Она не портит одежду зрителя и не выглядит грязно. И это совершенно незаметно. Нет запаха и липкости. Можно легко стереть после выступления. Варианты использования ограничены вашим воображением, но будьте осторожнее. На пингвинах пишут, что он вообще не работает с сухими руками, в основном из-за климата. Поэтому изучите, а потом заказывайте. Забавная штука выпущена Дэнни Уэйзером. Что-то на мимимишном. Короче, вы берете, никогда не угадайте что, шарпи и одним движением превращаете его в шарпея. Ну, собаку из воздушного шарика. Ути боже мой, смотри, что это такое. Как не сдохнуть от омеления в этот момент, я не знаю. Но могу точно сказать, что вам придется прямо-таки сражаться с зрителем, чтобы они ее не отжали у вас. Потому как иметь такой сувенир – мечта. Не умеете делать животных из шаров? Теперь вы можете делать нечто круче. Очередной шикарнейший эффект с маркером. Берете маркер, оборачиваете его с салфеткой и даете держать ее зрителю. И вы, видимо, рассказывая что-то религиозное, решаете одним махом сделать себе стигматы сразу на двух руках. Но этого не происходит. Чрезвычайно практичный, быстро сбрасываемый эффект, при котором маркер исчезает хлопком в ладоши и появляется в любом другом месте. Быстрый, резкий, может быть хорошей финальной точкой на микромагии. Отойдем от всего и поговорим о ментализме. А именно, о ментал-пен Джоа Миранда и Густаво Сирена. С ментал-пен то, что зритель отмечает маркером, совпадает с предсказанием фокусника. Возможные рутины бесконечны. Это может быть книга, журнал, салфетка, квитанция или даже чистый лист бумаги. Из кайфовостей нет подмен. Зритель держит маркер всегда и секрет активируется самим зрителем. В комплекте идет маркер и все необходимое для трюка. Ну и напоследок я оставил наижирнейший релиз, который поломает кого угодно. Подписанная купюра в лимон. И первое, на что вы должны обратить внимание, это имя создателя. Скотт Александр. Самый часто запрашиваемый лектор на инфы и мне кажется его вряд ли привезут, потому что его порвут там. В релизе помимо интересного гиммика есть куча информации, как это все завернуть в полноценный номер. Отдельный кайф в том, что зритель сам может разрезать лимон или апельсин. То есть в момент разрезания купюра уже находится в цитрусовом. Ну а на этом все. Еще про один такой релиз я говорил в самом первом выпуске Magic Ali. Смотрите его по всплывашке в правом верхнем углу. Помним, что перед покупкой сначала изучаем продавца, а только потом заказываем и не боимся этого делать. Заходите в паблик ВК, там есть куча всего интересного. И подписывайтесь на канал, ставьте свои напалечники вверх, если понравилось. Ну а меня зовут Александрик, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!